Делимость. Число, которое делится на 6, можно представить в виде произведения. 6 умножить на n. n. 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Целое не отрицательное. При делении на 6 возможны остатки. Остаток меньше делителя. То есть остатки 0, если делится нацело. 1, 2, 3, 4, 5. А вот формула числа, делящегося нацело на число k. k умножить на n. n целое не отрицательное. Свойства делимости. Делимость суммы. Первое. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится. Второе. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, остальные делятся. Сумма на это число не делится. делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится. признаки делимости на 2. Последняя цифра должна быть четная. Только в таком случае число будет делиться на 2. на 4. 4. 4 – это 2 в квадрате. Надо обратить внимание на две последние цифры. Итак, если две последние цифры образуют двузначное число, делящееся на 4, значит, это все число делится на 4. Признаки делимости на 8. 8 – это 2 в кубе. Три последние цифры. Вот если три последние цифры образуют трехзначное число, и это число делится на 8, значит, и все число делится на 8. Признаки делимости на 5. Последняя цифра 0 или 5. На 5 в квадрате две последние цифры образуют двузначное число, делящееся на 25. В таком случае все число будет делиться на 25. И на 125. 125 – это 5 в кубе. Три последние цифры. Это три нуля, 125, 250, 375 и так далее. То есть, если три последние цифры образуют трехзначное число, делящееся на 125, значит, и все число будет делиться на 125. Признаки делимости на 11. Число делится на 11, если сумма его цифр, стоящих на нечетных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на четных местах, на величину кратную 11. Первое число. Цифры, стоящие на нечетных местах, мы рассматриваем, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. 4 плюс 2 плюс 1. 7 – это значение первой суммы. А цифры, стоящие на четных местах, 5 плюс 2 – тоже 7. Разность этих сумм равна нулю. 0 делится на 11. Значит, вот это число будет делиться на 11. Второе число. Находим сначала значение суммы цифр, стоящих на нечетных местах. 3 плюс 2 плюс 2 плюс 1. Получается 8. Это первая сумма. И вторая. 3 прибавить 2 и прибавить 1. Значение второй суммы – 6. Разность сумм равна 2. Ум 2 на 11 не делится. Значит, второе число не делится. Пристанк делимости на 13. Число n делится на 13. Когда на 13 делится число k, полученное из него зачеркиванием последней цифры и прибавлением к полученному числу учетверенного значения этой цифры. Давайте на примере рассмотрим этот признак. Так, число 2002. Последняя цифра 2. Отбрасываем последнюю цифру. Получится 200. Прибавляем к числу 200 учетверенную последнюю цифру. 200 плюс 8. Получается 208. Так, теперь опять. Отбрасываем последнюю цифру. Получится число 20. К числу 20 прибавляем учетверенную последнюю цифру. 20 плюс 32. Получится 52. Ну вот, уже видно, что число 52 делится на 13. Ну, можно еще раз отбросить. Так, к числу 5 надо прибавить учетверенную последнюю цифру. 4 умножить на 2. Получится 13. 13 делится на 13. Значит, и число 2002 тоже делится на 13. Первая задача. Какую последнюю цифру надо приписать к числу, чтобы число делилось на 11? Давайте эту цифру обозначим за х. Первая сумма – это х. Прибавить 6. Это стоящие на нечетных местах. Прибавить 1. Значит, первая сумма – х плюс 10. Так, теперь находим значение суммы цифр, стоящих на четных местах. 7 плюс 5. 12. Итак, первая сумма – х плюс 10. Вторая – 12. Разность этих сумм должна делиться на 11. Значит, подходит значение х, равное 2. Итак, если х равен 2, разность сумм будет равна 0. 0 делится на 11. Ответ – цифру 2. Надо приписать. Вторая задача. Делится ли на 13 число 12301? Давайте будем применять признак делимости на 13, который мы рассмотрели сегодня. Так, отбрасываем последнюю цифру и к числу 4-значному 1230 прибавляем учетверенную последнюю цифру. Так, получается 1234. Теперь опять последнюю цифру отбрасываем. К числу 123 прибавляем учетверенную последнюю цифру. Так, получается 139. Отбрасываем последнюю цифру. К числу 13 прибавляем учетверенную последнюю цифру. Получается 49. Ну вот видно уже, что число 49 на 13 не разделится, потому что на 13 разделилось бы число 39, а 49 даст остаток 10 при делении на 13. Значит, вот это число не делится на 13. Третья задача. Числа а плюс 4 и 3 минус b делятся на 17. Делится ли на 17 сумма 5а плюс b? Итак, если а плюс 4 делится на 17, значит и 5 умножить на а плюс 4 делится на 17. Значит, если мы теперь прибавим или отнимем еще одно число делящееся на 17, то у нас значение получится делящееся на 17. Так, итак, раскроем скобки, упростим, и получится следующее. 5а плюс b и плюс 17. Итак, значение вот этой разности делится на 17. Число 17 делится на 17. Значит, и сумма 5а плюс b тоже делится на 17. Четвертая задача. Докажите, что сумма трех последовательных натуральных чисел делится на 3. Меньшее число давайте обозначим за n, то, которое идет следом на 1 больше и еще на 1 больше. Раскрываем скобки. 3 раза по n плюс 3. Каждая слагаемая делится на 3, значит и сумма делится. Можно представить в виде произведения. 3 умножить на n плюс 1. Пятая задача. Может ли число, составленное из одних троек, делиться на число, составленное из одних четверок? Вот первое число составляется из одних троек. Может ли оно делиться на число, составленное из одних четверок? Не может, потому что число, которое составлено из одних троек, будет числом нечетным. Нечетное число на четное не делится. Значит, ответ – нет, не может. Субтитры создавал DimaTorzok